Станция Вот такие, брат, дела. Ты писал, разбилась ваза. Молодость прошла, зараза. А она не дожила. Оказалось жить и жить. И бессмертно, будто вирус время. Но остановилось. Старость нужно заслужить. Думали привычка зла. Рельсы кабаки, вокзалы, книги. Люди. Оказалось, это выслуга была. И чего-то вроде есть вместо видимого мира. Но нельзя войти в подъезд. И пустой стоит квартира. И успели разломать дедову пятиэтажку. Как застежку или пряжку. Память некуда девать. Память не на чем носить. Образуются завалы. Вроде бы и так немало. А еще копить, копить. Заткнулся и умер в себя самого. Снаружи не видно, любил ли кого. Но ангелы топчутся с краю. Что выдавил окостеневший язык. Еще к заскорузлым словам не привык. Тяжелое. Я умираю. И больше не значит внутри темноты. Телесные мокрые шмели и цветы. Но атомы речи. Соленое мясо покинув свое. Небесное вдруг обретают жилье. Становится легче. Стихотворение из цикла, который посвящен моему роду и моим предкам. Называется «Дядя Хэма». Здесь стояла беседка, как огромная клетка. А теперь здесь простое. Пространство пустое. Дядя Хэма в своей сетчатой летней шляпе, Прямо как у Хрущева, Приезжал к моей маме и папе. Мы гуляли в Кусково. Дядя Хэма снимал шляпу, очки и часы, Голубую рубашку с погончиками и белые брюки, Чтобы, бросившись в воду, выделывать разные трюки. А вода была темной, топазовой, А природа была живой, Будто вынутой из-за пазухи, Неприрученная Москвой. Но дядя Хэма вылезал из пруда, Одевался и, прохаживаясь по парку, Говорил, что нынче ужасно жарко, А раньше, еще до войны, Второй мировой погоды была, как погода. А это недоразумение, Таково его мнение. И что за безобразие? Даже негде купить штаны, То ли дело до Второй мировой войны. Дядя Хэма родился в десятых, И всю жизнь проработал фотографом в городе Глухове. Хотела бы я увидеть его фотографии, Спокойные обыватели и евреи конца двадцатых, Напуганные граждане тридцатых, мундира сороковых, Наши скудные современники Времен поздней империи. Дядя Хэма умер, пруд тоже умер, Закованный в бетонные берега, А я осталась, стою, смотрю на бесполезную воду, Возле картонки купаться запрещено.